Волонтёры округа продолжают оказывать помощь тем, кто находится в зоне риска. Люберецкий штаб объединяет единомышленников, однокурсников, друзей, а иногда и родственников. Рабочие будни семейного тандема помощи в репортаже моих коллег. Константин и Мария Калугин и родные брат и сестра. Помогать людям, которые из-за пандемии вынуждены оставаться дома, они начали весной. Маша осваивает специальность филолога. Говорит, пандемия заставила по-другому взглянуть на пожилых. Наверное, лучше стала понимать и своих бабушку с дедушкой после этого. И интересная история. Они, конечно, рассказывали о прошлом, а даже о моём городе, в котором я выросла в Люберцах. Узнала много нового от них. Вместе веселее и удобнее. В среднем за один день ребята выезжают на четыре вызова. Если нужно купить лекарства, то иногда приходится посетить несколько аптек. Конечно, лекарства, пожалуйста. Спасибо вам огромное. Мне никуда не дойти. Огромное вам спасибо, ребят. Дай Бог вам здоровья. Спасибо большое. Спасибо вам всем. Следующий вызов – покупка продуктов. Занятие не менее ответственное, чем покупка медикаментов. Провизию сверяют строго по списку. Проверяй. Картошку 3 килограмма, молоко 3 литра, сырковая масса с изюмом 2 штуки, сыр 250 грамм. С волонтерством Костю познакомила именно сестра. Помощь людям он совмещает с учебой в Гагаринском техникуме. Будущее планируют связать с вертолетостроением. Я занимаюсь волонтерством, потому что надо помогать людям. И они помогут тебе в любой ситуации. Ну а кто должен помогать? Кто, если не мы? В Люберецком штабе волонтеров трудятся 150 единомышленников. Активисты обрабатывают более 15 заявок.